Не столь сурово, но все же действенно. В стране и регионе наказывают должников по коммунальным платежам. С этого года пении за просрочку оплаты возросли. Вот только не всегда люди становятся неплательщиками по своей воле. Ситуацию со всех сторон оценила Лада Рыбакова. Если жаловаться, то в очередь. Такого скопления недовольных работой коммунальщиков в администрации Усолья Сибирского давно не было. Горожане рассказывают, квартплату от них требуют две управляющих компании. Какие квитанции и расчеты законные, люди не в курсе. Не знаем, кому теперь платить. И там долги, и там долги у нас получились. Везде у нас долги. Та же ситуация и в областном центре. Двойное управление существует в десятках домов. Пока идут разбирательства и суды, горожане заключают договоры не с управляющими компаниями, а напрямую с поставщиками услуг. От них же узнают начисления. Вдруг квитанции окажутся не в почтовом ящике, а в мусорном. Такой прецедент с распечатками за декабрь в Иркутске уже создан. Не узнают собственники сумму платежа, забудут заплатить и не смогут избежать пени. Они в наступившем году весомые. За первые три месяца просрочки 9% годовых. За четвертые и последующие месяцы дороже. Из расчета одной 130 ставки рефинансирования за каждый день неоплаты. В переводе на проценты, то есть это получается почти 25% годовых. То есть это фактически то же самое, что брать кредит в банке под эти же проценты. Не на проценты, а в разы вырастет стоимость воды. Для тех, кто не установил счетчики. Норматив может подорожать в пять раз. Постановление еще не утверждено правительством страны, но эксперты считают, что это произойдет до конца января. С одной оговоркой, о которой журналистам рассказал замминистра строительства ЖКХ России Андрей Чибис. Коэффициенты не будут применяться в отношении тех пользователей, которые в силу технических особенностей не могут установить счетчики. Еще раз подчеркиваю, в силу технических особенностей. К ним не относятся ни желания собственника квартиры приобрести и монтировать прибор учета. Учитываться теперь будут и о грехе коммунальщиков. Раньше отключения, например, воды или света сводились к фразе «Не получили услугу, не платите за нее». Теперь закон разрешает требовать за такие неудобства неустойку, что в свою очередь позволяет надеяться на большую дисциплинированность поставщиков услуг и на то, что жить станет хотя и дороже, но комфортнее. Влад Рыбакова, Виталий Перетолчин. Новости по будням.